Музыкальному театру Рерих отдавал явное предпочтение. Спектакли, к оформлению которых он обращался, это произведения римского Корсакова, Бородина, Стравинского, Мусоргского, Вагнера. Драматических постановок было меньше, но рериховские эскизы к пьесам Ремезова, Островского, Лопе де Вега, Миттерлинка и Ипсена столь же выразительны, красочны и исторически точны. «Театр дал широкое поле действия этому многогранному гению, ибо сцена представляет собой комбинированное искусство, в особенности опера и балет», – писал Теодор Хэллайн. Знаменитый балетмейстер Михаил Фокин в статье о театральных работах художника отметил, что театр многим обязан рериху. Его работы для русской оперы, балета, драмы всегда создавали атмосферу высокой художественности, помогали артисту. Его декорации не развлекали зрителя, а помогали ему сосредоточиться и почувствовать смысл, дух, характер действия и музыки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Первой театральной постановкой, для которой художник создал эскизы декораций и костюмов в 1907 году, была литургическая драма на латинском языке «Три волхва» по рукописи XI века. Она была представлена в старинном театре Барона Дризена. Спектакль делался с размахом. На сцене должно было находиться более ста артистов, которые воссоздавали унисонное пение XI века. Перед Рерихом была поставлена сложнейшая задача – создать такие декорации, чтобы огромное количество артистов могло не только петь, но и двигаться на небольшой сцене зала. На эскизе декорации Николай Рерих изобразил город с Романским собором, на ступенях которого происходит представление. В «Трех волхвах» Рерих не выглядит дебютантом. Он уверенно вносит в сценографию свою живопись, композиционные приемы, свое видение. То, что показал старинный театр на первом представлении, настолько ново, и публике совершенно неизвестно, что нельзя не отнестись с чувством живейшей благодарности к инициаторам дела, писала пресса Петербурга. Коллективная работа художника Рериха, режиссера Санина, всех артистов создала поэтическую грезу. Чудилось, что плотная завеса, навсегда скрывшая от нас минувшее, на мгновение приподнялась, и мы узрели характерную, интересную, красивую картину подлинной жизни одиннадцатого столетия. Субтитры создавал DimaTorzok К первым театральным работам художника относятся и декорации к опере Вагнера «Валькирия», которые создаются исключительно по велению сердца, не имея на то никакого конкретного предложения. Весной 1908 года композитор Римский Корсаков в интервью газете «Слово» сообщил, что дирекция Парижской оперы намерена поставить его «Снегурочку», и декорации будут созданы по эскизам художника Рериха. Какое отрадное явление, что такой большой художник, как Николай Рерих, изобразитель былинных времен, приложил свой талант к тому, чтобы воплотить на сцене театра бессмертную сказку о «Снегурочке». Читаем в газетах того времени. В 1909 году Рерих пишет эскизы к опере «Бородина. Князь Игорь» для постановки в Париже. После премьеры пресса писала, «Гастроли наших артистов начались большим успехом. Наибольшая часть его выпала на долю Игоря». Редактор субтитров А.Семкин Русский сезон 1909 года в Парижском театре Шатле представил и оперу римского Корсакова «Псковитянка» в постановке Санина, к которой Рерих написал эскизы декораций «Въезд Грозного» и «Шатер Грозного». В одной из рецензий на спектакль мы читаем «Все, что я видел в Шатле, переносит меня в музеи. На всем видно глубочайшее изучение истории. И во всем этом нет банальности и условности, к которым так привыкла наша театральная публика». В этом же 1909 году Николай Рерих работает и над эскизами декораций для постановки пьесы «Трагедия об Иуде» «Принце Искариотском» Алексея Ремезова, русского философа и писателя. Эта постановка не была осуществлена, а по мотивам пьесы в этом же году была создана картина «Ункрада». «Ункрада» — имя одной из героинь пьесы, девушки, мечтающей о родине своей матери-пленницы, о далеком севере. Образ «Ункрады» навеян ее монологом, в котором говорится о Белом Северном море, белых березках и белых цветах. «Ункрады» Для русского сезона в Париже в 1911 году Рерих создает занавес-панно для музыкального антракта «Сеча Прикерженцы». Николай Константинович очень любил поэтическую этику «Китежграда» оперы римского Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Позже, при создании Рерихом декоративного панно «Сеча Прикерженцы» в 1913 году для Казанского вокзала в Москве, в основу был положен вариант этого занавеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 1912 год – время едва ли не самой интенсивной работой Рериха в области театра. Он сочинял эскизы декораций к балету «Весна священная», опере «Тристан» и «Изольда», опере «Снегурочка». Продолжал работать над эскизами декораций и костюмов к драме «Пергюнд» для Московского художественного театра. И все это одновременно с росписью церкви в Талашкино и созданием нескольких станковых работ. В 1912 году на сцене старинного театра в Петербурге состоялась пьеса «Лопа де Вега» Фуэнте Авихуна. Эскиз Рериха к пьесе интересен острым чувством исторического постижения. Художник волшебно отразил своей темперой самую соль, самый аромат дальней страны Испании. Можно смело сказать, что этот вечер испанского старинного театра один из самых интересных вечеров петербургского сезона. Такими были отзывы прессы о спектакле. Много вдохновения было отдано Рерихам и двум трагедиям Мариса Миттерлинка, бельгийского философа, поэта и писателя, принцессе Мален и сестре Беатрисе. После премьеры «Сестры Беатрисы» в 1915 году в музыкальной драме художник вспоминал. Для меня метерлинковская серия была не только театральными эскизами, не иллюстрациями, но вообще композициями на темы мне очень близкие. Хотелось в них дать целую тональную симфонию. У Миттерлинка много синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и все это мне особенно отвечает. Миттерлинка много синих, фиолетовых, пурпурных аккордов, и все это мне очень много синих. Каждое новое участие в театральном проекте расширяло живописные, творческие, художнические возможности Рериха. Все чаще на его выставках рядом с живописными работами появлялись эскизы костюмов и декораций, в свою очередь достойно проявляющие все его мастерство художника. Эти работы висят в музеях, бывают на выставках, задавая тон и уровень исполнения оформления к сказочным спектаклям и книгам для мирового оформительского искусства. В интервью журналу «Маски» Николай Константинович сказал, «Для художника работать в театре – большая радость, потому что в театре он чувствует себя творцом совершенно нового увлекающего искусства». Значителен список произведений, к которым Рерихам были написаны декорации, созданы костюмы, но постановки так и не были осуществлены. Валькирия, Псковитянка, Кикимора, сказания о невидимом граде Китеже и Деве Февронии, сказка о царе Салтане, Золотой Петушок, Садко, Кощи Бессмертный, Ночь на Лысой горе, Хованщина. Хотелось бы верить, что они еще привлекут современных театральных практиков, а зрители сумеют оценить театральную живопись великого мастера Николая Рериха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова